Всем привет! Сегодня мы поговорим про Екатерину Деденко. Посмотрим ее платные инфопродукты, узнаем, кто стоит за однотипными мамскими инстаблогерами в окружении Деденко и даже найдем связь Деденко с Крейдой. Обязательно подписывайтесь на канал, я вам еще что-нибудь интересное расскажу. Сегодня Екатерина Деденко активно шокирует аудиторию в сториз, кто заявляет, что она беременна, потом оказывается, что это не ее тест, затем опять намекает на беременность, но это оказывается рекламой кругового нагона подписчиков в инстаграм и ее друзей. Еще Екатерина говорит, что ночка у нее была бурной, предлагает нам угадать почему и первый вариант ответа Екатерина была с новым мужчиной. Деденко идет на первый канал, ругается на первый канал и снова туда идет. Когда на первый канал не зовут, идет на ютуб шоу Пушка, хотя Пушку смотрят подростки и это не целевая аудитория Екатерины. Недавно Деденко завела себе друга, раньше он был просто другом Насти Рыбки и ходил с ней по магазинам. Сейчас он вместе с Деденко добавляет колу и ментос в презервативы на детской площадке. Еще Екатерина спрашивает у аудитории разрешения налить шампанское своей беременной сестре и аудитория ей разрешает. В общем, то, что делает Екатерина в своих сториз, не должно интересовать адекватного человека. Я на нее не подписан, а все эти скрины взял из разных пабликов. Деденко и Анша ради охвата впила из менструальной чаши и ела из детского горшка. Просто сейчас, когда Екатерина стала национальным достоянием, многие почему-то ждут от нее что-то полезное, не дождетесь. Кто такая Екатерина Деденко? Училась Катя в школе с фармацевтическим уклоном в Таганроге. В 2013 году закончила Пятигорский медико-фармацевтический институт по специальности фармацея с красным дипломом. После окончания института Деденко говорит, что работала в аптеке. Я ни одной фотографии Екатерины из аптеки не нашел. Думаю, что просто плохо искал. Просто у Екатерины отовсюду очень много фотографий, а вот из аптеки попробуй найди. Уже в 2014 году Катя работает медицинским представителем в компании AstraZeneca и занимается продвижением среди врачей лекарства от повышенной кислотности желудка Nexium. Блогершей Екатерина стала в 2016 году, находясь в декрете с первым ребенком. Изначально ее страница называлась Moms World News. Все посты были про темы, связанные с родами и материнством. Затем Екатерина работала в компании Neppy Club, снимала обзоры и рекламировала их подгузники. До середины 2018 года в блоге Деденко не было постов про фармацевтику. С начала 2019 года посты про лекарства появляются все чаще, и вот она теперь не мамочка с детьми, а аптечный ревизора. То есть в начале 2019 года Деденко нашла тематику своего блога, так сказать, фишечку. Или ей кто-то эту тематику придумал. Стоит упомянуть, что у Деденко было несколько реклам инстабрендов, например, косметики Рише. Но я с Екатериной познакомился благодаря другому инстаграм-бренду Femme Fatale. Летом 2019 года Деденко решила у себя на кухне опровергнуть заключение химической лаборатории. И даже написала пост, что в сыворотке Femme Fatale нет антибиотиков. Ссылаясь на пост Деденко, растушевка написала, что Катя Коносова, во-первых, никто, а во-вторых, мразь. Я выпустил видео, где я проверил опыты и умозаключение Деденко. В ответ Деденко в своем телеграме написала, что я тоже никто. Ну, спасибо, что хоть не мразь. Кто такой телек-телек, чтобы быть экспертом в области химии, пишет Деденко. Правильно, никто. Он не химик, не медик и не провизор. Это, конечно, забавно, ведь я провизор, ну да ладно. При этом, если бы даже у меня не было образования, я спокойно мог бы проверить ее опыты при помощи гугла. Но Екатерина запрещает нам комментировать что-то, если у нас нет специального образования. При этом Деденко ходила на все суды по делу Femme Fatale и сама комментировала решение судьи. Хоть по образованию она не юрист. Но самое печальное в этой истории, что Деденко до сих пор уверена в правильности своих опытов из багажника. В своем телеграме Екатерина пишет, что у нее синдром отличника. У нее все должно быть идеально, правильно и верно. По этой причине она пока не готова запускать производство какого-то продукта, но это не мешает Екатерине Деденко выпускать свои инфопродукты. У нее есть два платных файла, аптечка первого года жизни и семейная аптечка. Давайте посмотрим семейную аптечку за 299 рублей. В этой аптечке я не ставлю цели разобрать абсолютно все болезни, пишет Екатерина. Мы разбираем наиболее часто встречающиеся, когда вам потребовалась помощь, а до ближайшей аптеки, хоть она и в пяти минутах, обижать не вариант. Семейная аптечка Деденко это файл на 49 страниц без дизайна. Просто текст и картинки, чем-то похожи на реферат. Первая глава в аптечке называется изжога. Екатерина вставила сюда опросник для пациентов с симптомами со стороны ЖКТ. Опросник сделан компанией AstraZeneca, где Екатерина раньше работала медпредставителем. Деденко пишет, что изжога лечится антибиотиками, но ведь изжога это симптом, он антибиотиками не лечится. Дальше идет глава сорбенты. Екатерина предлагает нам только два сорбента, энтеросгель и полисорб. Не понимаю, почему она ничего не сказала, например, просмекту. И вот по аптечке Деденко такие вопросы почему можно бесконечно задавать. Почему она отдает предпочтение одним лекарствам и не называет другие? Где исследование, что выбор Екатерины точно лучше? Возможно, Деденко сторонница доказательной медицины. Но вот энтеросгель не всасывается, и для него двойное слепое плацебо-контролируемое исследование не провести. Тогда почему Екатерина рекомендует именно энтеросгель? Из личного опыта применения получается, но это не аргумент. Глава противовирусные препараты, герпес. Екатерина пишет, что за создание ацикловира вручили Нобелевскую премию. Но ведь Нобелевскую премию дали не за создание ацикловира. Открываем Википедию. Создатель ацикловира получил премию за создание принципов создания препаратов, ориентированных на молекулярные мишени, к которым относится и ацикловир. На основании этого открытия затем изобрели еще много лекарств, например, меркаптопурин, азотеоприм и прочие. В главе аллергия ДДНК пишет, что третье поколение противоаллергических не вызывает сонливость. Но они вполне могут вызывать сонливость. Можно посмотреть, например, инструкцию Эриуса. И сонливость там есть. В главе ожоги ДДНК пишет, что пантенол-спрей-бальзам самый лучший. Где проходили такие исследования? Пожалуйста, дайте ссылку посмотреть. В общем, я проверил аптечку ДДНК. И особо не придираясь, написал несколько страниц про несостыковки и странности в этом файле. Полный разбор этой аптечки я публикую в телеграм-канале. Ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь. Вывод по аптечке ДДНК. Если к этому файлу относиться как к реферату, то он по пятибальной шкале сделан на тройку. Переделывайте. А по ДДНК вывод хочется сделать, начав с Еленой Малышевой. С Малышевой хоть и смеются, но многие ее продолжают слушать. Сколько бы странного она не говорила и не делала. В случае Елены Малышевой я понял, что некоторым слоям населения очень мало нужно. Главное, чтобы говорили доступно и создавали видимость заботы. И все. В этом секрет многих теле и инста-врачей. Посмотрев аптечку ДДНК, я понял, что этот файл с натяжкой подойдет человеку, который вообще не хочет углубляться в вопрос своего здоровья, тем более идти к врачу. Эту аптечку можно бесконечно критиковать, спрашивать, почему одно лекарство туда включили, а другое нет. Но аптечка ДДНК лучше, чем кофейный клизм и от Кати Чи. И на том спасибо. Но продавать, конечно, такое нельзя. Главное, помните, не занимайтесь самолечением по непонятным файлам из интернета. Если Екатерина ДДНК продержится в медийном пространстве еще лет пять, а она точно продержится, потому что она нам дает каждые полгода какие-то очень громкие инфоповоды, то, возможно, ДДНК и заменит Елену Малышеву на Первом канале. Не зря же Екатерина туда так бегает, хоть ее там и ругают. И будет в перспективе и у Екатерины свой дом в Нью-Йорке. Если вы помните, вместе с Екатериной в ее антинаучных опытах участвовали ее друзья-блогеры. Напомню вам их аккаунты, чтобы вы случайно на них не подписались. Это Вареник в пузе, Крис и Покерист и Переверзива Лена или Ленка Извращенко. Давайте разберемся, кто все эти люди. Они знакомы уже много лет. Почти все родом из Белгорода. Например, на этом фото. Вот Вареник в пузе, вот Крис и Покерист. Кстати, муж Вареник в пузе – это родной брат мужа Крис и Покерист. Фамилия у них Варениковы. Вот еще блогер, который был на вечеринке в честь дня рождения ДДНК. Но главные здесь Сергей Мозг и Саша Брайан. Люди на этом фото до блогерства занимались разными бизнесами. Например, у них было научное шоу с химическими опытами. Сергей Мозг или Сергей Прядун – блогер-предприниматель 1,1 миллиона подписчиков. Активно ведет блогерскую деятельность с 2018 года. У него были реальные бизнесы – магазины картин по номерам, школа робототехники, точки продаж спиннеров и прочее. Недавно Сергей Мозг развелся с женой Сашей Брайан. Еще у Сергея есть курсы по созданию сайтов. Забавно, что для обращения по всем вопросам в этом курсе указана почта крейдотропи. На своем личном сайте Сергей Мозг пишет, что помогает другим блогерам. Он сделал популярными «Вареник в пузе», «Крис и Покерист», «Люся Мамуся» и «Баба в теме». Например, блог «Вареник в пузе» до вмешательства Сергея Мозга имел 2000 подписчиков. Сегодня у них почти 700 тысяч подписчиков и прибыль больше 1 миллиона в месяц. То есть, когда кто-то из этой компании блогеров жалуется, что у них однушка в Чертаново в ипотеку, нужно понимать, что они раз в 3 месяца могут покупать такие однушки и без всяких ипотек. Сергей Мозг придумывает для своих блогеров понятные фишки, которыми те будут удерживать внимание аудитории. Например, «Вареник в пузе» везде ищет нитраты. Предполагаю, что стать аптечным ревизором ДДНК также посоветовал Сергей Мозг. Придумал ей фишечку. Сергей проходил много тренингов от бизнес-молодости. Еще он ездил на отдых с Крейдой и ее мужем. Получается, что Сергей Мозг всех своих друзей молодости из Белгорода сделал блогерами. И сегодня они все дружат с Екатериной ДДНК, очень сильно держатся друг за друга и стараются гонять трафик только между собой. Например, первый нагон трафика у ДДНК после ее дня рождения был между блогерами из компании Сергея Мозга. Мы понимаем, что тогда у ДДНК были очень высокие охваты, и весь этот трафик от Екатерины получили только блогеры Сергея Мозга. Дальше Саша Брайн, бывшая жена Сергея Мозга. Аудитория 2,2 миллиона подписчиков. Александра обучает прокачке личного бренда. Ее личная консультация стоит от 100 тысяч рублей в час. В марте запустила два мастер-майнда, группы по 10 человек. Первый для начинающих блогеров, второй для прокачки личного бренда. Стоимость пакетов участия от 150 до 400 тысяч рублей. Саша любит получать непонятные награды. У Александры их три. Топ-блогер 2019, топ-блогер 2018 и инстаграм Эвертс 2019. В 2017 году она посещала тренинги БМ, но кто из сегодняшнего топа инстаграма их не посещал. Ездила на неделю предпринимательства БМ на Бали, проводила совместный конкурс с основателем БМ Осиповым, рекламировала Дмитрия Юрченко, у которого онлайн-школа по созданию онлайн-школ. Выступала спикером на форуме Синергии. Сейчас Александра является резидентом клуба 500. Это бывший трансформатор-клуб. Основатель клуба Дмитрий Портнягин. Например, я вообще ничего не слышал про Сашу Брайн до недавнего времени. Видел только такое. Еще и в доклар рассказывала, что Саша Брайн, не предупредив других блогеров, ушла из блогерского круга по нагону подписчиков. И сразу же прыгнула в другой блогерский круг. Просто начинает другой какой-то розыгрыш, никому не отвечает, говорит, что я кого-то там предупреждала. Также, когда Инстаграм ввел специальный стикер для поддержки малого бизнеса, Саша Брайн одна из первых использовала его у себя в сториз. Просто, чтобы повысить свои охваты, а не для поддержки малого бизнеса. Недавно Саша опубликовала фото с друзьями. Тут Саша Брайн и Сергей Моск, Вареник в пузе, Крис и покерист, Еленка Извращенко. Судя по этому посту, блогеры из компании ДДНК дружат не менее 8 лет. Сергей Моск вместе с Вареник в пузе делали научное шоу в Белгороде, химическое шоу. Ленка Извращенко в 17-м году постит фото с семьей Мозгов и Вареников. Они в белых халатах, вся стена в химических формулах. Квест назывался «Предотвратить катастрофу». Все эти друзья-блогеры имели общий бизнес. Квест «Квадрат игра». Начинали с квестов, но быстро поняли, что в Инстаграме намного больше денег и переключились на Инстаграм, сделав в итоге сетку мамских блогов. На общих фото друзей из Белгорода до 19-го года я не вижу Екатерину ДДНК. Видимо, с ДДНК они познакомились где-то в конце 18-го, начале 19-го года. Именно тогда Екатерина, очень мало проработавшая в аптеке, стала аптечным ревизора. То есть нашла, наконец, свою фишечку. Сегодня я вижу Сергея Мозга в сториз у Крейды. Они самоизолировались в доме с несколькими блогерами. Занимаются разными проектами, в том числе с закрытым клубом по ТикТоку. У них даже есть специалист по ТикТоку Повар Бо. И этого специалиста по ТикТоку сейчас блогеры из сетки Сергея Мозга активно рекламируют. Например, вот реклама Повара Бо от Екатерины ДДНК. Если навести справки по этому повару, то можно посмотреть, что Вареник в пузе репостил в 18-м году. Оказывается, этот Повар Бо также их очередной друг из Белгорода. Просто ему фишку придумали не манский блог, а специалист по ТикТоку. Потому что ТикТок это хайпово, до конца непонятно, и на этом можно заработать. Сегодня мы посмотрели, что за многими блогерами часто стоят умные люди. А экспертность блогера очень часто является просто придуманной для него фишкой. И никакой экспертности там ждать не стоит. Конкретно в этой компании блогеров Екатерина ДДНК сегодня является основным источником трафика для всех. Так что они за нее будут стоять горохи, а Екатерина ДДНК и дальше нас будет радовать своими полезными сториз, чтобы мы про нее не забывали. Подписывайтесь на канал. Всем пока.